А теперь обсудим эту ситуацию, которая произошла с маникантой Аяпой с точки зрения нас, жителей Калиюль. То есть наша точка зрения, Калиюль, она, конечно, несовершенная, может быть, где-то даже обывательская, но, тем не менее, лучше всё-таки знать эти истории, читать их и обсуждать, чем вообще их игнорировать и жить без вот этого знания. Факт первый, который интересно обсудить. Конечно же, конечно же, это факт о форме рождения Аяпы на свет. Допустим, мы смогли осознать тот факт, что Вишну принял форму девушки Махини, а Шива принял форму Камешвары. Может быть, здесь, кстати говоря, тоже это большой вопрос, что такое аватар. Может быть, аватары это некие, ну, представь себе компьютерную игру, да, в компьютерной игре присутствуют различные персонажи. И эти персонажи являются просто пустышками, ботами, если в них реально не вселяется, то есть не принимает их личину на себя участник игры. Так что, возможно, что аватары — это просто формы богов, которые они используют для того, чтобы загрузиться на какой-то конкретный уровень игры. Лила — это божественная игра, которая устраивает бог в разных мирах и решает какие-то задачи. Возможно, связанная непосредственно, прежде всего, для его развития. Возможно, для нашего развития и развития других существ. Этого мы постигнуть не можем. Так вот, Махини и Шива вступили в некое слияние. Было ли это сексуальным слиянием? Если да, почему богиня Парвати, супруга Шивы, и богиня Лакшми, супруга Вишну, дали на это согласие? Потому что всё-таки это получается как бы измена, физическая измена в физических телах. Да? В каком-то смысле, если мы представим саитие двух людей в компьютерной игре, мы же понимаем, что это была не настоящая саития. Мы понимаем, что это было саитие в виртуальном мире. Тем не менее, произошло некое саитие. Может быть, да, буквально это было совокупление, как половой акт. А может быть, это было некое саитие тонко-вибрационное, когда энергия Шивы и Махини соединилась, и вот это зерно, объединяющее их, породило вот этого прекрасного бога Аяпу. Кстати говоря, например, все дети Шивы и Парвати, они все родились непорочно, то есть не из луна Парвати. В частности, например, их сын Картикея был рожден также неким виртуальным способом за счет слияния энергии Шивы и Парвати. В результате эта энергия приняла энергии разных других богов и приняла форму шести мальчиков. Потом эти мальчики объединились в одну форму шестиголового бога Картикея, который является предводителем божественных войск. Почему-то его некоторые называют богом войны, но я считаю это неправильно, потому что бог войны это тот, кто хочет войну, ее вызывает, отвечает за нее, курирует ее. Но Картикея является защитником мира богов прежде всего, то есть его задачей не является разжигать войны, его задачей является защищать. Все-таки это большая разница. Но мы вернемся к Аяпе. Итак, Аяпа был рожден за счет слияния двух энергий. Энергии Вишны в форме Махини и энергии Шивы в форме Камешвары. И само по себе вот это определение, слияние энергий, оно не до конца понятно. Может быть это высшая генная инженерия, может быть это какое-то высшее трансцендентное знание, которое мы не можем постичь. А может быть это была обыкновенная встреча мужчины и женщины, в результате которой произошло в Саите, в зачатии рождения ребенка. Этого я не знаю, но если у вас есть какие-то сведения из различных текстов и источников, которые могли бы это уточнить и прояснить, пожалуйста, напишите мне, я обязательно приму это к сведению и расскажу об этом. Субтитры создавал DimaTorzok